всем привет в этом видео я продолжаю делать заказ для ресторана пекарня и сегодня мы поговорим о создании подносов для блюд и ящиков для столовых приборов немножко поговорим о склеивании на ус и попробуем на практике несколько самодельных приспособлений для склеивания ящиков начнем мы как всегда с заготовки досок пилим и строгаем подготовка заготовок не самый зрелищный процесс поэтому здесь я очень быстро строгаю и пилю доски и следующим этапом я запиливаю торцы наших заготовок под 45 градусов для этого я использую самодельную каретку и циркулярную пилу я не использую торцовочную пилу несмотря на то что она у меня есть потому что данной ситуации за точность реза я отвечаю сам доверять торцовочной пиле к сожалению я не могу для начала я запиливаю нас под 45 градусов торцы досок и второй операции я должен вырезать их в размер для этого я размечаю помощью линейки и с помощью параллельного упора выставляю нужный мне размер и и и и и и и я добавляю на параллельный упор дистанционную накладку и далее уже по этому зафиксированному размеру я буду напиливать все остальные заготовки производим контрольный замер все отлично можно выполнять партию заготовки для маленьких ящиков я немножко убили уменьшаем высоту и напиливаю их аналогичным образом за исключением параллельного упора они достаточно короткие и размера хватает для того чтобы упор установить непосредственно на каретке далее в полученных заготовках мне необходимо пропилить пазы для установки донышка это можно сделать различными способами но для меня более предпочтительным способ пиливание на циркулярный пиле делается за два установа первый проход с зазором 5 миллиметров от края дает пропил два с половиной три миллиметра на контрольном образце выставляем нужное положение 2 прохода проверяем хорошо и плотно вставляется следующим этапом на дортовых деталях я размещаю центр отверстия для ручки для удобства использования подносов я предусмотрел на них небольшие ручки ручки я решил сделать с помощью станка с чпу это можно сделать также с помощью и ручного фрезера но у меня порядка 30 таких заготовок поэтому я решил упростить себе работу собираем примитивное приспособление детали в этом приспособлении очень легко заменяются достаточно снять торцевой упор торцевые упоры также выполнены с запилом под 45 градусов это обрезки от предыдущей операции выставляем 0 по оси z с помощью датчика а также выставляем ось x и y по нанесенной ранее разметки данная операция выполняется очень быстро поэтому я включил запись видео в реальным временем как можно увидеть при данной операции происходит огромное количество отходов летящих во все стороны я снял пылеудаление только для видео на самом деле все остальные операции будут производиться с стружкоотсосом ну и вот процесс переустановки детали разметка нам он уже не нужно координаты на станке выставлены и сохранены для того чтобы вырезать следующие детали нам необходимо просто закрепить новую заготовку вот так работает станок с стружкоотсосом ну и без ручного фрезера тоже не обошлось пока станок с чипу делая свою работу мы можем поработать с кромкой так все боковые детали готовы осталось подготовить донца при помощи лазерного станка на длинную сторону ящика наносится логотип ресторана обращаю внимание что логотип я наношу до покраски и до финишной обработки делать донышки я решил из 6 миллиметровой березовой фанеры это упростит не только работу с ящиком но и удешевит его и уменьшит общий вес единственная проблема в данной ситуации в том что текстура и внешний вид березы сильно отличается от ясени которые мы используем в стенках ящика и довольно сложная задача будет сделать так чтобы дно ящика смотрелось гармонично с боковыми стенками на этом этапе все детали необходимые для сборки ящика у нас готовы но прежде чем начать склеивание мне необходимо задекорировать фанеру под ясень я предварительно покрываю фанеру маслом того же состава что и буду покрывать ящики в дальнейшем но это предварительное покрытие заколерованным маслом использовал не совсем традиционный подход колеровки я использовал для этого масляную краску основой для масляной краски является льняное масло это тоже самое масло которым я покрываю готовые изделия поэтому масляная краска и масло должны прекрасно подружиться на самом деле для меня это тоже эксперимент в теории все должно получиться хорошо давайте посмотрим что будет дальше после высыхания одного слоя масла я отшлифовываю фанеру вне зависимости от шлифовали вы фанеру или нет предварительно при любом покрытии любыми лакокрасочными средствами фанере непременно поднимется ворс поэтому шлифовка необходима для его удаления также в моем случае грубая шлифовка позволит придать фанере нужную фактуру итак все детали готовы следующим этапом будет склеивание но для этого нам необходимо подготовить самодельное приспособление для склейки ящиков на уз такие приспособления можно найти в магазине но мне нужны достаточно много для того чтобы ускорить процесс склеивания поэтому я решил сделать их сам ну и заодно мне было очень интересно проверить это те способы которые предлагаются в интернете два из этих способов я посмотрел у известных мастеров а третий способ я придумал сам наверняка он тоже кем-то уже использовался но тем не менее я ничего подобного в интернете не видел так и так и и С помощью чипу станка я вырезал вот такие вот детали Их можно легко сделать и ручным инструментом, но я упрощаю себе жизнь Итак, первый способ, который я использую, равный зажимной конструкции с помощью шпилек Склеиваем две такие детальки ровно посередине И сверлим отверстия крест-накрест, но так, чтобы они не пересекались И с помощью шпилек собираем рамку Делается все достаточно просто Не смотрите, что я не использую шайбы, это экспериментальная сборка Кстати говоря, я сделал одинаковые детали для всех способов Не рекомендую для сборки на шпильке делать скругления на внешней части деревянных деталей ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В качестве направляющей для склейки ящика я использую провила Я раскладываю ящик в одну линию и проклеиваю стыки бумажным скотчем Переворачиваем все детали И наносим клей на все стыки В том числе и на пазы Это не столярное плавающее дно, это фанера Она стабильна, поэтому можно спокойно вклеивать ее прямо в ящик С помощью кисточки я распределяю равномерно клей И теперь можно вкладывать донышко Если все детали напилены точно в размер, то все должно сложиться идеально, как у меня и произошло Далее я надеваю приспособление для стягивания равных конструкций И начинаю затягивать гайки барашки Конструкция получается очень жесткой Стягивание углов происходит отлично Следующий способ, который я использую, более, наверное, традиционен Этот способ с применением стяжного ремня Все, в принципе, струбцины для стягивания равных конструкций основаны на ременной стяжке Но я использую обычный строительный ремень для стяжки грузов Он в своем комплекте имеет стяжной механизм с трещоткой И этот механизм обеспечивает надежное стягивание Способ невероятно удобный Мне он, на самом деле, очень понравился С одной стороны, я бы не сказал, что пользоваться им проще, чем равные конструкции из шпилек Однако, какое-то эстетическое удовольствие от применения этого способа у меня случилось Небольшой натяг ремня позволит спозиционировать угловые детали в нужном месте И финальное стягивание обеспечивает полноценное сжатие Ремень натянут равномерно по всему контуру и обеспечивает равномерное стягивание Наверное, именно это равномерное стягивание и привлекает меня в этом способе гораздо больше, чем с шпильками Потому что у шпилек все-таки есть момент неравномерной затяжки Ну и третий способ я применил на маленьких ящиках Для этого я выпилил еще несколько деталей меньшего размера И этот способ показался мне максимально простым, удобным и экономичным Он не требует совершенно никаких дополнительных вложений Покупки стяжных ремней, шпилек и чего-либо другого Для этого необходимо просто любой шнур, любая веревка И струбцина, которая есть в любой столярной мастерской На этот раз клей я распределяю с помощью визиток У меня их осталось огромное количество от прошлой жизни Поэтому я нашел вам отличное применение наконец-то Ящик собираем аналогичным способом Напилено все хорошо и собирается все замечательно Давайте попробуем новый способ Расставляю углы И прокладываю по контуру вот такую веревку с двумя петлями на концах В уголочках предварительно желательно сделать канавку Для того, чтобы веревка не соскакивала На самом деле я сделал это за кадром Итак, берем простую быстрозажимную струбцину Обесвечиваем предварительное натяжение Позиционируем уголки в нужных местах И доводим уже финальное натяжение Стягивание проходит безупречно Этот способ мне действительно очень понравился Он очень простой и быстрый И я таким способом склеивал по 5 ящиков одновременно Ну и вот результат Сразу после склеивания Сразу после снятия скотча Мы видим вот такое выращивание Как видите, углы идеально сошлись Ну и вот результат после небольшой шлифовки Идеальная стыковка Ну и самый, наверное, приятный момент во всей работе Это финальное покрытие изделия Цвет и текстура ясеня раскрывается Становится ярче И сейчас мы узнаем Получилось ли у нас добиться нужного результата с донышками Для труднодоступных мест я использую художественную кисть Ну и вот наш результат Я очень доволен тем, как получилось задекорировать дно Ну кто скажет, что это березовая фанера Давайте попробуем сделать то же самое на большом ящике На мой взгляд, попадание цвета оказалось абсолютно идеальным Честно говоря, даже сам не ожидал такого результата Вот такой получился проект Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!